Мы показали самую лучшую динамику чуть ли не в Украине по Прозоро, по системе. Экономия больше миллиона гривен. Больше миллиона гривен. То есть результат есть. Естественно, конечно же, в каждой, скажем, ситуации есть положительные моменты и отрицательные моменты. Сергей Николаевич правильно мне указал. Есть моменты, когда Прозоро участвует, потом отказывается. Мы тоже с этим столкнулись. По охране, когда проводили тендер Прозоро, выбирали структуру охраны, которая будет охранять здание исполнительного комитета круглосуточно, то выиграла прозорость фирма, которая находится в Киеве. Офисов в Невропетровской области вроде бы в желтых ходах нет. Поэтому, естественно, победителем было признано следующее, которое все равно позволило сэкономить 46 тысяч. Ну и так далее. Так же, как и Сергей Николаевич правильно указывает, что бывает по Прозоро заказываешь товар, а на самом деле в интернете, может быть, можно дешевле купить. Но с другой стороны, если в интернете заказываете, то можно купить такой товар, который потом придется опять отвозить. Я вам приводил пример. Когда мы заказывали резиновую лодку, приехала по интернету, вот резиновая лодка, у нее там дырка, это как 50 на 50 сантиметров отверстие в этой резиновой лодке. Хорошо, там удалось потом путем привлечения адвокатов все-таки вернуть этот товар. Тем не менее. Вот такая система. Тем не менее, закупки через систему Прозоро, по крайней мере, позволяют открыто сделать эти закупки. Потом, чтобы не было потом, что оказывается можно было купить несколько раз дешевле. Вопрос, почему купили так? Потому что каждый хочет откаты, каждый хочет чего-то там, какие-то свои дивиденды. Сколько раз говорил, на работу, пожалуйста, руководитель предприятия, ходите пешком либо едете на своих машинах. Не, все равно ездят на... Понимают, считают, что коммунальное предприятие, это как частное предприятие. Поэтому деньги людей не считают просто. То, что свое считают, да, а чужое, это же чужое, понятно.